привет парни привет привет всем доброе утро суббота 17 марта проснулся опять у меня неприятность друзья не знаю что случилось короче я щас накажусь в оклахома сити как я вчера говорил доехал искал подгруз какой-то уже умылся готова был ехать короче заводить трака он не заводится крутится стартер но мотор не заводится короче я не знаю что делать я уже всего перепробовал вроде как говорят что может быть топливный фильтр я не знаю сходил вон туда через дорогу там есть мастерская прямо через дорогу прикиньте 100 метров отсюда он не говорит чтобы что к через дорогу переехал этот сервис трак 150 баксов выбора нету короче сижу жду его вот такие вот у меня сегодня утром дела надеюсь у вас выходные получше чем у меня так ребята уже бьемся битый час пока ничего не сделать не можем он колебин приехал там поменял фильтр топливный качает топлива в основную систему сейчас насосом уже и стартин жидкость для старта короче прыскаем в этот нифига чуть-чуть более-менее схватывает но не хочет заводиться не знаю друзья в чем причина эй малая давай познакомимся тебя как звать и куда же ты ну-ка покажись не хочет она со мной разговаривать убежала в другое окошко эй эй и иди познакомимся ну ладно не хочешь как хочешь фредди братишка шашка меня подводишь то короче ребята смотрите трак стоит немножко под наклоном и еще пришли к выводу что мало солярки сейчас ребята приехали качают мне солярку в тот бак сейчас будем заливать еще в этот бак как вам ребята сервис трак подъехали пацаны с бочкой и насосом перекачивают мне соляру в баке ребята смотрите где я нахожусь видите знаете что это означает то что прошло восемь часов и меня эти миксы даже не починили в общем я пришел на тейку попросил их оказать мне помощь и знаете в чем проблема в том что я припаркован на площадке пайлот то что находится через дорогу и они не имеют права ремонтировать машины без их согласия они сейчас позвонили представляете они им отказали спросили можно мы пригоним свой сервис трак для того чтобы починить нашего клиента они не дали разрешения короче я в шоке сейчас пробуем договориться там уже позвонили начальству начальство звонит второму начальству понимаете как это же два конкурента и им это не выгодно я бы обратился бы на пайлот к ним туда в сервис но они там только колеса чинят а более сложные ремонты они на пайлоте не делают вот почему я пришел на тейку видите но вот такая вот проблема короче ребята я я в шоке я расстроен потому что в понедельник я должен быть в калифорнии если я приеду позже то меня уже начнут чаржить за то что я опоздал каждый час деньги вот такие вот у меня сегодня дела очень хорошие в кавычках да друзья я в шоке короче позвонили они на этот пайлот видите я сейчас иду обратно там где мой трак стоит говорят мы получили road call это называется ну типа выезд на дорогу вот но трак находится на вашей территории и они спрашивают мы можем либо получить разрешение для того чтобы наш сервис трак заехал к вам на территорию чинил клиент они говорят нет спрашивают а почему ведь все время что типа можно было не горит ну вот нет и все в общем они говорят попробуйте чтобы представитель вашей компании позвонил туда на пайлов попросил что вот так и так мол наш трак сломался разрешите пожалуйста ну я сейчас собираюсь сделать то же самое иду короче кланяться в колени этим супервайзером менеджером я не знаю ну ребята как и так вообще можно они наверное хотят сожрать все мои нервы сегодня друзья и так что мы имеем на данный момент таки я добился разрешение чтобы и приехала на пайлот начала какие-то процедуры по ремонту моего драка механик подсоединил компьютер и по компьютеру пытается определить что же все таки происходит браком вот буду держать вас курсе ребята я не знаю что что сказать приехал этот человек из стеки посмотрел на мой трак сделал то же самое что эти мекса делали или индусы непонятно кто они такие вот сказал что ничего сделать не может строком трак по-прежнему не заводится я уже пообщался с ребятами из атланты позвонил там знакомому механику вот зря я наверно не сделал этого сразу же но скажем так скуп скупой платит дважды так вот скорее всего сегодня со мной произойдет значит что он мне сказал что они сделать ничего не могут и у вас только одна дорога на на фрейт лайнер дилер вот ну туда доехать я не могу естественно сейчас я позвонил в товинг компанию сейчас уже 6 часов 10 минут вечера по-прежнему 17 марта суббота вот течение часа полтора наверно приедет товинг будет темно но я попробую заснять вам все это дело вот и поедем на фрит лайнер дилер что дальше будет я не знаю вот уже есть такие предположения что эти эти дебилоиды мексиканцы они мне брали короче воздухом дули прямо в баке короче пытались давлением воздуха завести трак вот накачали мне воздуха в систему столько что что перебор уже горят ошибки что в системе слишком высокое давление баки открываешь из бака короче хлыщет солярка ручьем плюс они мне залили весь этот воздушный фильтр жидкостью для старта что тоже не есть хорошо короче как мне сказал механик они могли мне уже и инвектора запороть вот может быть и топливную пампу придется менять короче я не знаю целый букет проблем друзья у меня настроение ниже фарватера как говорится ну что делать что делать одна еще тоже проблема что с грузом делать сейчас я позвонил там в компанию может быть есть тут скажем так неподалеку это 600 700 миль от меня водитель с нашей компании ну скажем не водитель хозяин компании он тоже на траке ездит но он пустой сейчас может быть он приедет не знаю может он приедет заберет мой трейлер и поедет отвозить груз потому что если я этот груз не привезу в понедельник в калифорнии в лос-анджелес то они начнут уже эти как это по-английски говорится late fee charge ну за опоздание сколько это будет зачем они могут вообще ничего не заплатить за груз так что вот такие вот дела неделька удалась ладно ребята оставайтесь со мной посмотрите чтобы дальше происходить что я еще хотел сказать друзьям я хочу поблагодарить механика с компанией тей объясню почему скажем так был вызов правильно я сходил на тейку машина приехала пусть даже через дорогу но это называется road call то есть звонок с дороги то есть ему пришлось выезжать потратить час своего времени мало того что они должны были с меня взять деньги за за работу за его который приехал пусть он ничего не сделал но сделал диагностику машины он приехал потратил свое время плюс за road call то есть когда я приехал они так принципе с меня по минимальному взяли мне выставили счет по моему в 100 120 по моему долларов это это половина цены то есть так цена была бы дороже но механик сам механик он подошел к этой женщине которая ну выписывала получается квитанцию мне он говорит убери мои рабочие часы мне ничего не надо я не работал просто ну фактически с меня взяли 60 долларов только за то что выехала машина ко мне через дорогу я первый раз встретил ну ну человека который реально вошел в ситуацию просто огромное ему спасибо большое от 60 долларов я бы не стал беднее не богаче но просто это 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 мужик это человек который просто поступил по-человечески спасибо тебе большое я понимаю что он когда никогда мое видео не увидит я просто хочу вам рассказать что есть все таки еще добрые люди которые которые помогают поэтому спасибо большое вот так ребята заканчивается день а я по-прежнему сижу на трекстапе и жду товинг эвакуатор по-русски даже говорить ничего не хочется красота такая да вот ребята это уже за мной вот такой вот рачок сейчас будет забирать пойду засниму ладно сейчас посмотрим что он будет делать это просто под раму подсовывается и видимо на цепи у меня приподнимет и потащит сейчас пойдем посмотрим спереди как врачок выглядит вот ребята да агрессивно выглядит товарищ вот так вот ребята так и поедем сейчас вот так вот видите отсоединили дифференциал чтобы его не подлило в дороге друзья нотка оптимизма ну что тронулись он мне говорит где хочешь сидеть в моем траке либо в своем я ладно поехали в своем хоть засниму вам как это все происходит приколитесь вот такие вот дела сейчас поедем но он говорит нельзя на водительском сидеть если хочешь можешь на пассажирском сидеть я вот решил сесть назад в палку чтобы вам обзор был крутой вид из окна называется первый раз ёлы-палы как мы сейчас как мы здесь будем просовываться а кстати у меня мысль такая родилась ребята а что на это скажет электронный лакбук куда я еду и включится ли он сейчас или нет приколитесь а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...